Вы знаете, вот когда в обществе накапливается напряженность, и особенно напряженность поля между властью и обществом, то любой повод, он вызывает вот такой всеобщий протест. И вот в Турции произошло то же самое. Значительная часть населения недовольна вот этой проамериканской, профашистской внешней политикой. Когда на территории Турции формировались там и штабы, и боевики для атаки на Сирию. В Турции растет большое недовольство попытками отуречить огромные пространства. Ну, я сам видел карту в 92-м году, начальник генерального штаба развозил по странам СНГ, где карта большого Турана, в том числе и российские территории. Вот. И, значит, под турецким флагом все это. Не все это воспринимают. Есть и внутренние проблемы. Вот эта исламизация, которую Эрдоган и в меньшей степени Гюль проводят, она, вы знаете, затрагивает глубинные чувства подавляющего большинства населения. По исследованиям немецкого института, тюрок коренных, кровных в Турции только 37%. Остальные и армяне, и болгары, и езиды, и так далее, отуреченные. И вот когда их начинают, ну, когда, значит, просто ислам где-то как культура присутствует, да, они терпят. Но когда их начинают, вот тех же армян, турецких, одевать там в паранжуи во все эти атрибуты исламские, там пять раз совершать намаз, внутренний протест взрывается. Вот в Турции происходит то, что должно было произойти. Она мечется, хочет и европейской страной стать, она ложится под американцев, сейчас под Израиль там ложится, под европейцев. Она превращается в обслугу вот тех фашистских, ново-фашистских сил, которые формируются на... Народ не хочет этого.